доброго дня хочу включиться немного рассказать по итогам вчерашнего дня сегодня проведал наших хлопцев которые лежат в больницах один лежит в больнице на шевковичной это орост у него была вчера серьезная операция чувствует себя хорошо я постараюсь сегодня еще съездить сделать включение от него чтобы люди посмотрели тоже чтобы могли ему подякувать и чтобы он тоже посмотреть римку был никита кашницкого поздно мачете волонтера он лежит в 17 больнице у него сильная гематома то есть вчера бояры еще потеряют глаз но нормально хлопцев забивали целенаправленно потому что они предыдущих нападах незаконных спецпризначенцев давали ему генну витич и 111 человек вчера отпустили всех практически все с статусом свиток никакая маячня по поводу гранат им в предозре не выдвигается это я так понял жвачка для тех кто верит в телевизор которым людей людям дают жевать практически вчера уже сработали как бы зная заранее что ребят ждет в участке хочу сказать что очень много полицейских нацгвардейцев вели себя достойно если поменять руководство нас полиции и выгнать а вернее посадить тюрьму авакова заменить наиболее одиозных бертов там не все кстати есть те которые стараются честно служить а крымах паршивых овец большая часть полиции люди нормальные и я видел что к ребятам в участках относились сочувственно носили чай и помогали но те которые центру цена правильные били прогоняли через свои коридоры которые ставили первые и вторые шеренги их специально выращивают для того чтобы и остальную полицию проведя через это сито сделать такими же что циклово так вот ожидая вчера что будет в участках по пути в участок ребята мне стали сразу после штурма все свои шевроны я забрал по их просьбе у них в бд не у всех остальные пришлось забирать уже непосредственно в участке потому что то ли беркута считают шоу бд нужно рвать потому что типа обидели их братцев на донбассе то ли шевроны для них это как куши для индейца типа скальпа хотя не понимаю чем гордятся те которые кричат что мы нагнули донбасс мы его разорвали две тысячи человек против 111 из которых 80 это хлопцы из лагеря и 40 это кияния обычные гражданские поэтому били женок били стариков чему это все говорю просто многие кричат о том что на всю полицию я хочу сказать есть очень много нормальных людей я это видел еще раз убрать его кого убрать много достаточно небольшое количество паршивых овец которые насаждают скажем так статус частной армии вместо полиции и там масса людей которые готовы служить и защищать даем закон даем нормальные условия дай наказание для тех кто закон переступает обруби руки тем кто сверху заставляет их участвовать в реакционных схемах и будет все в порядке и мы так и сделаем сейчас ребята всех расселили вчера волонтеры 17 человек было всего побито значит легко там порепали Егора Соболева но как бы об этом потом окрема значит смотрите все сейчас в нормальном состоянии залечивают раны те кто хочет им помочь финансово хочет им помочь принеся вещи встретиться с ними вы можете либо приехать 17 больницу там есть никита кашницкий беспосредняя мачете это которому сильно избили глаз там дед казак со второй сотни по моему насколько я помню майдана самообороны если я не путаю там в больнице в урологическом отделении орост на шевковичной либо зайдите на фейсбук руху вызывания и посмотрите координаты куда можно перечислить деньги то есть мы хлопцам обязательно передадим да поможем сейчас мы распускаем всех отдыхать будут сделаны и повидные заявы могу сказать одно все те кто готов бороться все кто понимают что происходит в стране готовы мы с вами координироваться выходите на связь поводу марша 18 числа я в мирных ходах участие больше принимать не буду нас они интересуют только с точки зрения работы с людьми распространение информации и скажем так пунктов мобилизации патриотов будем реализовывать свои два проекта это силы обороны украины и комитет национальную паритонку те кто приуныл не унывайте вчера всего лишь две тысячи людей трясясь от страха нагнавши кучу спецтехники обложившись снайперами на случай вооруженного сопротивления подавили сопротивление смелой сотни меньшим количеством они не работают они слабые они могут покупать силу но только вот в таких условиях мы их гораздо сильнее мы все простые украинцы не обращайте внимание на сотни и тысячи говнометов не обращайте внимание на телевизор который вам обрехивает не обращайте внимание на тех кто опускает руки и уезжает как только мы будем едины хотя бы небольшое меньшинство как только у нас будет нормальной организации будут реальные действия поверьте вся эта бравада все эти заявления но рассосется как снег он который нанесло вчера на наш лагерь на метровом истечко все будут добрые а далее никто не сдастся хлопцы придут вам всем витания дякую всем тем кто пришатил под суд всем тем кто приходил сюда всем тем кто боролся вместе с нами мы победим после вчерашнего еще более в этом уверен мы еще более видим что стоит даже один украинец который уверен в своей победе готов отдать жизнь за свою страну все будет доброе следите за новостями мы обовесково переможем слава украине нажимай